Всем привет! Знаете, это я сейчас насыпал, буду ставить цыплятам. Мне там немножко затронул тему рыбного борошна, но рыбной муки. И мне там написали, главное, чтобы она была качественная, потому что в основном сейчас на переработку пускают только кости, ну как бы одни хребты и белка там очень мало. Я не могу вообще по поводу этой рыбной муки что-то сказать, потому что ее расфасовывает мучное производство, которое продает муку, макароны, комбикорма вот эти, которые я покупаю для перепелок, для цыплят. И они ее вообще расфасовывают, вот знаете, наклейка прям, просто бумажная такая наклейка из листа А4, распечатанная вот разрезанная, скорее всего, ножницами и упакована в пакет от муки. То есть, о качестве судить точно не получается, но выглядит она вот так. Запах, запах рыбы присутствует. Когда я брал мясокосную муку, там вообще было все печально. Это вот такая прям, знаете, как сухой, сухой песок. Поэтому я по поводу нее вообще ничего не могу сказать, но я вам сказал, как бы, единственное, что я могу вам точно сказать, это то, сколько я ее им скормил. Сказать, помогает она им или нет, ну, как бы, в восполнении белка в организме, тоже не могу сказать. Ну, и сказать, что это прям какая-то пустая вещь, тоже нельзя сказать. Но, смотрите, даже если там кости, их, как бы ты ни старался, максимально не обрежешь, поэтому все равно какая-то часть рыбы, думаю, там, возможно, головы, там, возможно, хвосты. Думаю, что даже если туда кишки вот прям от рыбы используют, то это тоже все хорошо и плюс птички, потому что, ну, как бы, это совсем не так уж и прям пустой продукт. И еще, вы видели, я заказывал в интернете ракушку, она была такая крупная, а вот тут, где я покупаю вот эти комбикорма, как бы это я первый раз обратил внимание и заметил у них в продаже ракушку. Посмотрите, какая она меленькая, и вот такая прям хорошая. Я купил, там лежало 3 килограмма, я все забрал. Буду ехать по корму, будет еще, возьму, возьму еще. Так что, ну, а пока, пока и этого мне хватит. Натя, а что ты там решил найти? Это просто дробленка, чтобы не прилипла моченая та же дробленка. Так что, вот так. Без цвета мне кажется, что цыплята чувствуют себя лучше. Ну, как чувствуют? Ведут себя лучше, не такие они агрессивные, ну, в общем, и больше я пока им ничего, ничего не менял. так что, как-то так. Все. Вот так. Это пусть едят. Поубирал у них. Нужно сейчас насыпать им дробленки, ой, нет, не дробленки, гранулы. Потому что дробленка, смотрю, есть, а гранулы немножко, немножко мало. вот так. Как-то, как-то так. И знаете, что я заметил? Капусту немножко начали клевать. Яблоко не захотели, хотя даже немножко начали клевать, но оно уже такое вот прям подгнивать. Начало, нужно его заменить, возможно, точно так порезать, из-за того, что они уже чуть привыкли к нему. Будут пробовать, кушать. Ну, это уже завтра заменю, сегодня не буду. А так, кажется, цыпочки чуточку, чуточку стали выглядеть прям получше. Да, лохмандейка? Ты такая красивая лохматушка. Ну, вот так. Как-то, как-то так. еще, знаете, по поводу вот этих цыплят, вот этих и вот этих. Мне написали, что Андрей соединяет их сразу. Я сейчас вам покажу для сравнения, чтобы вы поняли, какого размера одни цыплята и какого размера другие цыплята. У них разница в возрасте полтора месяца, почти, почти полтора месяца. Посмотрите, если я соединю большой объем, а их там больше 25, сколько, 28, снизу, если я соединю 28 больших и вот такое небольшое количество маленьких, то большие просто-напросто маленьких подавят. Поэтому ни в коем случае я их соединять не буду. Не то, что подавят, еще и побьют. Это вот я одного посадил в чужой загончик, а если они будут все большие и все маленькие, поэтому нет, их невозможно сейчас соединить. А вот когда они будут постарше, когда у них разница будет вот эти полтора месяца, но одним будет полтора месяца, а вторым три, то они визуально будут плюс-минус одинаковые. Вот как бы, ну вот, тихо, тихо, цепочка. Вот эти, что на полу, не очень-то отличаются от этих, хотя разница в две недели или больше. То есть, даже если эти, ну как бы, были бы еще чуть меньше, то их бы можно было соединить. Поэтому вот этим верхним нужно дать хотя бы обрасти вот так в перышко, убраться, тогда точно все будет нормально. А пока ни в коем случае их соединять не стоит. Эти маленькие. и еще, что немаловажно, почему их нельзя соединять, нужно вот этих отличать от тех. Хотя бы нужно кабельные стяжки на ножки нацепить, потому что эти, ну, бентамки и вот эти бентамки это от моих курочек, это близкородственная скрещивает, это инбридинговая цыплята. На породную птицу инбридинг не всегда прям сразу влияет пагубно, поэтому именно вот на птицу как бы закрепляет он. Я не говорю, что так делать нужно. Нужно как бы абсолютно всегда менять петуха, так будет правильно и так будет лучше. Но вот то, что они вот инбридинговые, единственное, что может случиться, это будут громульчку мельче. По здоровью у них все нормально. Ну, а дальше вот так в себе разводить, это вообще нехорошо и вот это даже нехорошо. Но если здоровые, то ладно, нормально. И а эти вроде чужие, понимаете? Поэтому отсюда мне нужны петушки, ну, два-три. Они тоже успеют, петушки раньше начинают петь, кукарекать и топтать. Месяцев четыре будет, в конце мая будут уже петушки рабочие, половозрелые и можно формировать семью. То есть если тут курочек взять, а здесь петушков, и точно так сюда, если тут из этих будет несколько курочек, то можно из этих сделать тоже семью. Вы пишите по поводу пуховых курсов. сегодня четыре человека написали яйцо, подождите, я не могу ничего вам обещать, потому что я пока не знаю оплод. я насобирал яйцо яйцо пуховых и завтра буду его закладывать в инкубатор. И там одно яйцо от пупырки, ой, пупырки говорю, от дульки Андреевны, несколько яиц, тухие люйки, неправильные, потому что красное яйцо, одно яйцо тухие люйки, которое сидело на яйцах без хвоста, у нее зелененькое яйцо и ну как бы буду закладывать кохенхины не несутся. Ну а эти закладу несколько яиц от бентамки вот такого голубенького оливкового цвета, нет голубенького больше, бирюзового яйцо такое. Почему я и бентамочных закладу и от всех остальных? Да потому что выведется опять 3-5 пуховых, но это очень мне не нравится, что три цыпленка будут занимать брудер. Вот только поэтому я и докладаю немножечко яиц побольше. Ты че сонный? Ты че сонный, красавчик? Глазик какой светленький, да? Так что вот так. А этих кушайте. Ну кушают. Тут конечно тоже уже видно петушков курочек уже отлично отличаются петушков уже гребешок подрос. Так что как-то так растут малышняк. А по поводу вот этих перепелок знаете пока я их рассажу то что ей ушко? А это лавруха до кнура. Вчера была сегодня вроде уже наверное перегуляла потому что сегодня получше она поела а вчера вообще не ела уши как у овчарки по поводу вот этих перепелочек их нужно разделить вот ну как бы завтра послезавтра и буквально буквально через ну после того как разделю через неделю их можно это садить в клетку взрослую потому что по размеру по размеру они уже как пол перепелки то есть буквально еще недельку и они будут ну прям уже хорошие что клетки снизу не вылезут сверху тоже не пролезут ну и по температуре в доме больше 20 градусов уже весна поэтому они не замерзнут и можно спокойненько их уже садить в клетку а потом прям в клетке их опять высаживать перебрать по полу разделить по весу перебрать крупненьких отдельно мелких отдельно ну и будем смотреть что да как все в порядке все растут все ровненькие беленькие красивенькие все хорошо да молоднячки но знаете вот они были лысоватые и они мне казались покрупнее покруглее вот такие прям налитое а сейчас чуточку обросли как будто немножко больше энергии потратили на перо чем на вес и кажется что вот они вроде стали хорошо обросшие но вроде ну грудка то хорошенькая вот такая толстенькая но при этом кажутся не такими круглыми может я конечно себя накручиваю но может таки есть что просто вот за вот эти несколько дней ну посмотрите прям полностью раз и обросли да если посмотреть ролики двухдневной давности они сидели такие лысоватые а тут раз ну это сколько нужно питательных веществ энергии чтобы так обрасти вот капитально ну в общем растут растут наверное завтра будем взвешивать будем взвешивать посмотрим что там по таблице какой у них вес ну и взвесим 3-5 штучек я думаю будет интересно да вот так едят отлично пьют отлично досыпаю доливаю как бы всем всем досыпаю вот этим нужно насыпать насыпать корма вот так нате оп и вот этим можно оп и вот этим вот так все знаете отправил отправил знакомой она не любит когда я о ней вспоминаю именно называю ее имя и поэтому просто скажу что отправил своей подруге яйцо и она я имею ввиду от силадонов вот обычных перепелок там нормально я не не инкубировал от этих курочек я закладывал под курочку ну от этих перепелок я не инкубировал но у меня выводила курочка вы видели что из 21 яйца вывелось 12 перепелят да это вы тоже видели там ну короче вот так а она мне написала что вот обычные перепелки эти вывелись хорошо а силадоны очень тяжело очень сложно выводятся но а я все равно собираю так что за скандал я все равно собираю яйцо хочу хочу вывести вот перепелки это я собираю сегодня пятый день сегодня получается вроде тринадцатые сутки инкубации сейчас вам ну это так я сходу говорю надо пересмотреть но вроде тринадцатой сутки получается еще четыре дня собирать ну думаю что все будет нормально сколько там соберу столько и будет я уже на самом деле понятия не имею сколько здесь яйца получается смотрите они выводятся на семнадцатые сутки сегодня я закладу в инкубатор ну или завтра с утра это не важно яйцо от пуховых курочек получается что там выведется что с зародышем что нет буду проверять проверю сколько яиц оплодотворенных и ну буду знать как работают и уже петухи думаю время идет петухи все лучше и лучше будут работать так что вот так но к чему я веду что я закладу сейчас от пуховых у них инкубация 21 день мои перепелки выведутся вот этот большой объем что мне Алексея прислала от крупных перепелок и то что от моих курочек как бы от своих 200 заклал и Алексея 40 штук ну я думаю вы смотрите вы знаете и вот как раз они выведутся и я закладу перепелиное яйцо и вывод будет у этого перепелиного и у пуховых которых закладу сегодня у них как раз разница 4 дня те на 17 а те на 21 и они будут выводиться вместе чтобы у меня и перепелочки и цыплятки сидели в одном брудере потому что их немного и одних немного и вторых немного так будет правильно так что ну вот такие вот планы потому что вот эта инкубация без перестанку вот эта малышня 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 это очень сложно я я по началу хотел цыплят как бы но у меня их вывели куры я уже еще только 3 дня марта а я уже с цыплятами наигрался уже не хочу цыплят понимаете как все быстро происходит там вы пишете я вроде хотел от ухи и люй и от маранов но вот эта очередь знаете я как если правильно сказать провтыкал да ну как бы немножко заснул и не успел моргнуть а уже на это яйцо у тех у кого можно было заказать у моих ну как бы у тех за кем я плюс-минус смотрел ну как бы следил за ними у них очередь как-то уже сложилась до июня месяца я не могу планировать на такую дальнюю как бы на дальний такой срок нужны они мне будут тимараны в июне или не нужны я сейчас ничего не могу сказать поэтому раз я не могу купить вот прям в ближайшие дни яйцо марана и ухи и люйки то значит оно мне и не надо ну вот так я сейчас планирую поняли о чем я так что вот такие вот планы на сейчас да девки эти а у этих как это как сговорились кормушка насыпана целый день но ты как начинаешь тут что-то делать разговаривать ходить они же просыпаются в этот момент ну и надо чем-то позаниматься и давай давай прям с голоду умирать и лезть в ту кормушку в 10 в 10 ртов прям умирают да ой какие хорошие какой хороший аппетит 5 поросят заказано это хорошо продаю этих по той же самой цене ничего не поднимал пусть хотя бы по этой цене разберут так что все нормально вот так и еще что хотел сказать здесь поросенок один я вам несколько раз показывал так плохо кушает и мне написали Андрей верни его обратно а вы не думали что вот это поросята манки и сюда подсадил поросят овсянки и они друг об друга обтерлись и у них запах совсем другой а у свиней самый главный как бы я как сказать правильно орган чувств это обоняние и первое дело это она как только его нюхнет и он пахнет по другому она его просто перекусит напополам мне это не нравится поэтому он сидит здесь ну худей чуточку это не страшно он пьет я видел он кушает я видел так что все у него будет нормально ну худей немножко те как тюлени поразваливались у них все отлично как на этом на курорте в солярии лежат под лампочкой греются мама их закрывает греет кормит я видел ну вот такие вот дела да девочки ой ой как увеличил вас все все накормлены наполены можно уходить домой не драться у поросята поросята такие пузатые и широкие потому что у них обезвоживание только по этой причине а так бы они если бы вода была в свободном доступе они бы были такие как вам бы хотелось худенькие а так пузатые ну обезвожились немножко и стали пузатые вот так все сейчас перепелочком воды доливаю и все ну а воды я им не могу налить воды мне жалко вот эти полтора ведра мне надо растянуть на шесть месяцев поэтому вот так помазал их водичкой и все что могу сделать да девки хлопцы нужно трех кабанчиков покастрировать по них приедут тоже скоро но чуть позже вот такие дела все ребятки всем ну а сейчас выключу свет посмотрите как они тут без света а без света им там темно отсюда светят и они вот здесь тусуются ну вот такие вот дела все друзья мне заказали 160 яиц на инкубацию это я вчера проверил сообщение одно сообщение нашел если кому-то нужно яйцо на инкубацию пишите как-то знаете странно люди очень интенсивно брали на инкубацию яйцо осенью в зиму не знаю почему сейчас сезон на весну то есть клетку можно вообще где-то поставить под навесом или в каком-то в какой-то пристройке то есть с ними абсолютно легко и сейчас вот сейчас знаете вот серьезно вот сейчас меньше люди много людей берет яйцо на еду и меньше людей берет на инкубацию почему так ну как бы летом с перепелкой вообще никаких нет проблем потому что те кто брали в зиму спрашивали за как какую температуру надо держать птичке как бы в какой плотности содержать ну насколько может темно быть у них ну вот по поводу помещений спрашивали а нужно им там включать освещение а сейчас лето красота день длинный досветка не нужна у меня получается досветка сама по себе потому что вот здесь всегда включено то есть я выключаю свет здесь такой полумрак птичка хочет спит хочет бодрствует ну и как бы яйцекладка у них хорошая ну вот так заказывайте яйцо 4 гривны жду ваши сообщения в инстаграме все друзья буду заканчивать всем большое спасибо за просмотр и еще знаете что хотел добавить вот по поводу вот это вот этого опять кормушки если вы мне пишите на в интернете ну то есть в сообщениях что Андрей им одной кормушки не хватает пожалуйста добавь им еще одну а теперь просто зайдите в интернет те кто считает что одной кормушки недостаточно зайдите в интернет и просто в поиске найдите купить кормушку для поросят бункерную и обратите внимание бункерная кормушка там на ней бывает 3 отсека бывает двухсторонняя 4 отсека 6 отсеков 8 отсеков и вот на 4 отсека кормушка на ней написано кормушка на 50 голов. Четыре места для кормления на 50 голов. Понимаете? Вот так и здесь. То есть здесь, ну, как бы это для более мелких поросят. Тут четыре отсека. Ну, вот четыре смотрите. Один, второй, третий. И вот тут четвертый. Вот они вчетвером кушают. То, что они вот так стоят в очереди, это вот эта конкуренция, знаете, за еду. Это не потому, что они умирают с голоду или если сейчас пять минут не поедят, то умрут, да? Это просто, вот я уже объяснил, что это потому, что я начал разговаривать и они все проснулись, а им нечем заниматься. Ну, давай будем драться за кормушку. Ну, давай. То есть, как бы, корма предостаточно всем. Туда вмещается пять килограмм корма. Ну, примерно пять килограмм. Ну, четыре точно. Четыре точно вмещается. Я насыпаю ее три раза днем. На ночь вот насыпаю. То есть, четыре раза засыпаю. Она не всегда пустая. Бывает, с утра она пустая. А за день просто подсыпаю, подсыпаю, потому что что угодно может случиться. Я имею в виду, я там ничем не занят. И раз мне позвонили, я куда-то уехал, меня долго нету, а у них вдруг корм. Поэтому я подсыпаю, подсыпаю. И она всегда полная. То есть, они знают, что у них корм всегда в свободном доступе. Но вот это подраться за еду, это, ну, как бы и меда не надо. Я не знаю, как сказать. А так, еще раз повторюсь, посмотрите, пожалуйста, в интернете. Вот так. Это, знаете, это если бы обычная маленькая кормушка, и я туда насыпал чуть-чуть, что три схватило, если бы была норма, да? У них же без норм, ну, как бы, корм в свободном доступе. Нет, я не нормирую им количество корма. Поэтому, ладно бы я насыпал одну кружку, и там пять поросят все сожрали, а остальные остались голодные. Нет, это не так. То есть, сейчас одни поедят, потом другие поедят, а потом лягут спать, а потом проснутся через три часа, и опять будут драться за кормушку. Ну, может им так весело. Вот так. Все, потому что вот это вот читать, знаете, мне уже смешно. Но, если кому-то казалось, что мне жалко кормушку, нет, это не так. У меня есть четвертая, я ее не использую. То есть, она просто лежит. Ну, как бы, я не вижу в ней нужды. Да? Ну, вот так. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр, и всем пока-пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok